добрый вечер дорогие друзья добрый день добрый день дорогие друзья сегодня программа днем вот я очень рад что мы здесь все собрались при этом я един сразу в нескольких лицах потому что я виднеюсь и на радио то через не виднеюсь слышусь и на радио кстати как звук напишите вот и я же я присутствую и контакте вроде как вроде как все работает я не уверен отзовитесь есть нет по крайней мере такая вещь впервые со мной поэтому будем надеяться что все пройдет удачно значит мы решили сделать такую трансляцию во первых попробовать как это вообще все себя ведет очень интересно почему-то все замирает по крайней мере у меня о говорят звук нормальный на радио осталось выяснить как у нас все идет с видео вот если там тоже все хорошо то вообще все замечательно по крайней мере я пока ничего не вижу есть контакт видео и слышно отлично дорогие друзья ну что ж я для тех кто на видео я тоже проиграю такую заставку нашего бард радио в эфире бард радио дорогие друзья в эфире программа из цикла самоизоляции с гитарой которую проводим совместно значит это у нас клуб музыкальная среда да извините я действительно растерян потому что у меня очень много разных кнопок которых я пытаюсь потыкаться и понять в какие нужно тыкаться какие не нужно вот сейчас я успокоюсь и мы наверное начнем программку я назвал декамерон просто по аналогии ну вот как бы вам сказать много-много веков назад группа шкалеров жителей города решили съездить на дачу за город для того чтобы отсидеться там вот и фактически вот из этого чтобы не скучать они рассказывали там себе разные рассказы истории байки из этого выросла книга бокача декамерон не знаю уж было ли так все на самом деле но наверняка было насколько правдив был бокача тут вот это литературное произведение вот ну так случилось что мы с вами сейчас собрались в интернете как раз по той же самой причине вот во первых почувствовать что мы все-таки не одни как-то уединившись даже когда по своим квартирам вот и для того чтобы как-то пообщаться и и во 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 все нормально видно и слышно доброго дня все в порядке отлично отлично вот и поэтому я сегодня решил собрать те песни а вот песни же они разные бывают есть песни там вот ну там ладно это есть это я уж не говорю там о социалистическом реализме в песне но тем не менее есть песни там лирически есть песни обращения там я подарю тебе много я расскажу тебе много хорошего там или там ты у меня одна вот и есть песни такие суровые за жизнь есть песни которых вот обращение какой а есть песни которые рассказывают истории и таких песен много и в авторской песни их тоже много вот и давайте вот пройдем все как раз по ним раз уж у нас вот так мы собрались давайте рассказывать истории я набрал тут немножечко песен но понятно я буду время от времени перебегать в трансля в трансляцию чтобы посмотреть чего там не говорите вот поэтому пишите и соответственно да у нас еще день вот мало ли вдруг я и поменяю программу свою и какую-нибудь вспомню песню которую не вспоминал ну а начнем мы с очень старой фишки евгения клячкина 나서 ботиночки дырявые от холода дрожу и пальцами корявыми узор child дальше своей цель тихонько дождей метод Заши ворот ко мне, троллейбус не торопится, окаплен на спине. Уже согрелись, я сам себя баюкаю, хорошенький ты мой, Нельзя же все с наукою, шагала бы ты домой. С одной из этих, но с этой не получится, А дома ждет обед, да дома нет попутчицы, а здесь себя беда нет. Да-да-да-да, как надоело, да-да-да, пришел троллейбус. Вот вроде совсем небольшая история, но тем не менее какая образная. Вот, и в то же время это да, это история о том, как ну я или там Евгений Кляччин стоял на остановке и ждал троллейбуса. Так что, дорогие друзья, о, вот тут мне уже пишут. Так, хорошо, начинаем. Да-да-да-да-да. Да, дорогие друзья, у нас, значит, ситуация такая, что Бортрадио раз в год приходится масс, так это, разом отдавать деньги за сайт, за хостинг. Так, и, ну, этот раз в год как раз наступает приблизительно в конце апреля, в начале мая. Вот, и поэтому каждый год мы крутимся и собираем эти деньги с тех, кто нам помогает. Вот, ну, как собираем, мы ходим с этой, со шляпкой, вот, и вот мы продолжаем это делать. И если вы видите, я впервые в жизни залез, изучил, настроил стриминг, донейшн, вот. И вот у нас там вот внизу, видите, там где-то, сейчас я покажу, где это, значит, вот тут вот внизу, значит, тут есть помочь Бортрадио. Вот нам 5600 нужно набрать, ну, сейчас вот где-то так. И вот внизу есть даже ссылочка, по которой можно пройти. Эта же ссылочка есть и ВКонтакте, значит, в постах, которые есть у нас на, в группе и у меня на странице. Вот, есть эта ссылочка, поэтому, кто хочет, можете туда закинуть, там хоть 10 рублей, хоть 20 рублей. Все равно хорошо, вот. А заодно, соответственно, вот где-то вот в этом месте должна, можете написать сообщение. И вот здесь вот должно где-то вылезти это сообщение, которое вы напишите. А вот тут вот ваша фамилия повисит, пока ее не вытеснят другие. Вот. Я не знаю, как это работает, честное слово. Я такого еще ни разу не делал, поэтому можем посмотреть вместе с вами, что из этого всего получится. По крайней мере, будет забавно. Если уж не наберем деньги, так повеселимся. Ну, а если наберем, так вообще хорошо. А я хочу спеть одну из самых старых авторских песен, которые существуют. Написана она в 37-м году. Написал ее Лев Сеном. И она тоже рассказывает о тяжелой судьбе человека, который оказался в холодной ночевке. Эту песню я просто помню действительно из детства, потому что ее регулярно вспоминала моя матушка, которая в 50-х годах шаталась по походам, по Кавказу. Вот. И Лев Сенов. Музыка народная. Сижу и целую ночь скучаю, темно вокруг и грустно мне. А струйки мутные так медленно стекают до заворотников, капкапы по спине. А струйки мутные так медленно стекают до заворотников, капкапы по спине. Зачем оставил я штормовку, палатку с дарского не взял? Попал я, бедненький, в холодную ночевку, и холод косточки маисковал. Попал я, бедненький, в холодную ночевку, и холод косточки маисковал. Теперь, укрывшись по палаткам, весь ладер спит в сухих мешках. Я ж на уступчите сижу довольно шатком, терплю холодный бивуак. Моим страданиям нет предела, терпеть уже больше мочи нет. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Скорей бы наступал рассвет. Передо мной вело лакая Стоит в туманной вышине А струйте мутные Так медленно стекают За воротник кап-кап и по спине А струйте мутные Так медленно стекают За воротник кап-кап и по спине 37-й год, Лев Сена Так, что у нас пишут Да, вот Здравствуйте, здравствуйте Да, все что с детарой После 15-ти вечер, правильно говорят Добрый вечер Ну, да Так Ну что, да, доброго дня Доброго дня, Сережа Сергей Александровский, Юрий Киркелевич Все, все, отлично Ну что ж, дорогие друзья Я как бы повторяю, что Если у вас есть желание То можно нам немножко денег отсыпать На Барт-радио Вот, Анастасия, 100 рублей Видите, вот тут вот Сейчас я чуть-чуть передвину Чтобы оно так это Мне на лицо не лезло Вот, видите В общем, работает, дорогие друзья Работает Первый Как это Как это, горшочек вари Вот Ну что ж Давайте продолжим дальше Я говорю, что Сегодня я решил посвятить Все это дело Песням, которые В которых есть истории И, конечно же, один из самых крупных В этом отношении авторов Это Юрий Висбор У которого, ну, большинство песен Это Истории И вот такой вот Замечательный случай У метро Площадь революции Перешедший в случай На пятнадцатой парковой улице Он за мною, видно, шел Взял за локоть Слушай, Люся Будет очень хорошо Я живу в отдельном люксе У него усы густые И глаза, как две букашки И виднеются кусты Из-за ворота рубашки Я не Люся, говорю А зовут меня Тамара И такого не терплю И такие мне не пара Десять лет варила суп Десять лет белье стирала Десять лет в очередях Колбасу я доставала Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то Десять лет сидела я У окошка на работе Сердце стачивая в кровь Десять лет дитю растила Что же осталось на любовь Полтора годка от силы Не смутился он ничуть Только глазом гладит платье Я за вечер заплачу Сколько за год тебе платят Я играла в мяч ручной За спортивные награды И была я центровой И брасочек был что надо Я овосечку суму И за руки переложила Кавалеру своему Межбукашек засветила Десять лет варила суп Десять лет белье стирала Десять лет в очередях Колбасу я доставала Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то Десять лет сидела я У окошка на работе Сердце стачивая в кровь Десять лет дитю растила Что же осталось на любовь Полтора годка от силы Мне до Щелковской метро От Щелковской автобус А в овосте шесть тело Овощных консервов голобус Открываю тихо дверь Дочка бьет по фортепиано Ну а мой любимый зверь Он лежит, конечно, пьяный Снять ботиночки с него Не тревожа постаралась От получки от него Трюшка мятая осталась Десять лет варила суп Десять лет белье стирала Десять лет в очередях Колбасу я доставала Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то Десять лет сидела я У окошка до работе Сердце стачиваем кровь Десять лет дитё растила Что же осталось на любовь Полтора годка от силы На плите чайок стоит Дочка сладко засыпает За окном моим гаи громко Частника поругает Глянув телек дымычат Поколение молодое Все с детарами кричат Как перед большой бедою Убрала я со стола Своего пригрела пашку Все-таки мало я дала Тому гаду межу букашек Юрий Висбор Да Пишут 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 Хорошо Вот Спасибо друзья Да Собираем на плату хостинга Борт радио Спасибо всем кто Так сказать Помогает Я говорю там можно и по моему от 20 что ли рублей Вот Ха-ха-ха-ха Да У кого-то Билайн плохо тянет Вот Ну что ж Давайте Продолжим Тем более что времени у нас не так и много на все это дело Один из самых для меня наверное значимых авторов Которые У которых все песни это У которого все песни это истории Ну почти все Настолько яркие Настолько Незабываемые Это Александр Галич Я мало его пою потому что пить его сложно Вот Да и Как бы память тоже Булькает-булькает Сейчас секундочку ребята Я отключу телефон Чтобы он Ну в смысле не отключу совсем А сделаю его на Чтобы не булькал Вот И вот такая история Которая ну прямо Классический Декамерон вписывается Вот Один в один Потому что там Подобное есть Я считал слонов И в нечет, и в чет И все-таки я не уснул И тут явился ко мне Мой черт И уселся верхом На стул И сказал Мой черт Ну как, старина Ну как же мы Порешим Подпишем Союз Айда В стремена И еще чуток Погорешим И ты можешь Лагать И можешь Балудить И друзей Придавать Гуртом А то, что Придется За все платить Так ведь Это ж Пойми Потом Но зато ты узнаешь Как сладок грех Этой горькой порой сидим И что счастье И что счастье Не в то, что один за всех А в том, что Все как один И ты поймешь Что нет Над тобой Суда Нет проклятия Прошлых лет Когда вместе со всеми А потом И что душа Прошлогодний снег Оглядишь Пронесет И так В наш Атомный Век В наш Каменный Век На совесть Сына Питак И кому оно Нужно Это добро Если Всем Дорога В залу Так Давай же Бери Старина Перо И вот Здесь Распишись В углу Тут Черт Потрогал Мизинцем Бровь И Придвинул Ко мне Флакон Я спросил Его Это кровь? Чернила Ответила Аллилуйя Чернила Ответила Аллилуйя Аллилуйя Александр Галич Еще раз О черте Ну я же напоминаю Дорогие друзья Что вот У нас тут Ой да Есть 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 У нас прибывают Прибывают Денежки Слава Вот Все-таки Работает Эта штука И в этом И есть Своя прелесть Ну Что ж А мы 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 продолжаем Дорогие друзья Сейчас я посмотрю Что где там написано Да От 10 рублей Да Вот Если вот То что сейчас было Я просто не знаю Насколько Запаздывание Идет Вконтакте Если вот та песня Которая сейчас То это Галич Конечно Ну А Следующая песня Тоже для меня Такая Из детства Пришедшая Потому что у нас Были бобины Магнитрофонные И там соответственно Было много записей Был и Висбор Был и Куджава Был Шпаликов Был Урбанский Вот этот знаменитый Который сейчас есть Концерт Виноградова Где Шпаликов Участвует Вот этот Концерт Вот этот Точнее Посиделки На кухне Вот эта запись Была Вот Городницкий Был и прочее И в том числе Был Михаил Ножкин И вот такая Замечательная Песня Друзья мои Давно ли Клятву дали Не прыгать В паутину Брачных Уз И вечерами Страстно Воспевали Наш Беспокойный Холостой Союз Но время Шло А вы Все Переженились Мужьями Стали Это Так Смешно Осели Раздались Остепенились И внутренне И внешне Изменились Лишь я Холостяком Остался Но Мне жизнью Холостой Пришлось Проститься Уж Очень Этот Быть Меня Заел И я Друзья мои Решил Жениться Чтобы Избежать Хозяйских Сетих Дель Теперь Супругой Время Коротая Я ощутил Женитьбы Это И вред Она Романы Модные Читает А я Стираю Да Варю Обед Снова Быто 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 Заедает И Как С ним Быть Как С ним Быть Прям Таки Не Знает Мы Мы В кооперативе Деньги Сдали Отстроимся Пусть Бесятся Вроди И Мебель И Вещички Распродали И По Уж Залезли Все В долги А дом Готов Пора Переселяться Было Б Кровать Поставили Б В углу Но Чтоб С долгами Братцы Рассчитаться Придется По Три Года На Полу Зноб Обыт Зноб Обыт Обыт Заедает И Как С ним Быть Как С ним Быть Прям Таки Не Знаю Купили Полированную Мебель На Зависть Всем Соседям И Гостям Красота Кто Только Не Смотрел Кто Только Не Был И Все Вокруг Завидовали Нам Гостям То Что Сиди Соси Конфетки А Мне Не Стой Не Встань Не Ляг Не Сядь Обедаю Теперь На Табуретке Чтоб На Стале Следов Не Оставлять Снова Быть Снова Быть Та Быть Заедает И Как С ним Быть Как С ним Быть Прям Таки Не Знаю На Лето Переехали На Дачу Огромную Овчарку Завели Чтобы Эту Дачу Не Украли Значит И Нас Ни Заодно Не Унесли Хорошая Собака Дорогая Ведь Украдут Понятно Наш Дураку Не Спит Собака Дачу Охраняет И Я Не Сплю Собак Встерегу Снова Быть Снова Быть Та Быта Заедает И Как С Ним Быть Прям Таки Не Знаю В Искусстве Я Ценителем Был Дон Ким И Живопись И Зодчество Любил Теперь Вокруг Теперь Вокруг Пеленки Театры До Музея Забыл Сижу Телевизор Старею Вдвоем С женой Играем В Дурака И Кто Из Нас Двоих Женой Дуреет Не Выяснили Мы Еще Пока Снова Быта Снова Быта Быта Заедает И Как С ним Быть Как С ним Быть Прям Таки Не Знаем А Жизнь Бежит В Заботах Не Отложенных И Четверть Века Я Давно Прошел Работаю Друзья Мои Как Лошадь А Получаю Но Меньше Чем Осел Вся Жизнь В Бегах Нельзя Остановиться То В Ясли То На Рынок То К Врачу А Ночью Холостая Жизнь Мне Снится Я Я даже Просыпаться Не хочу Снова Быть Снова Быть Заедает И как С ним Быть Как С ним Быть Сам Черт Не Знает Михаил Ноштин Совершенно Замечательный Актер Замечательный Автор Просто Вот Так Что нам Еще Пишут Что нам Пишут На Барт Радио Так Тут Хорошо А Трансляции Приветствуем Питер Москву Югорск Барнаул Новосибирск Нижний Новгород Владивосток Ура Ура Наталья Добрый день Саша Да Замечательно Добрый Добрый день У нас А у тебя Уже Да Уже Совсем не день Вот Ну что ж Я рад Что вы все Здесь Очень приятно И Я хочу Поздравить Сегодня Сегодня день Рождения У замечательного Автора Замечательного Композитора Саши Сафронова Плюс ко всему Он наш коллега Потому что Он Тоже сделал Радио Отличающееся От нашего Хотя Авторской Песни Там тоже Много Радио Рыжий Сентябрь Которое В общем Тоже Активно Функционирует Там тоже Есть в передаче В общем Очень хорошо Что у нас Становится Больше Потому что Все таки Вот мы Как-то Расширяем Общий Всеобщий Охват Потому что Вот Там И у нас Радиотурист Который Овещает Из Уфы Другие Как бы Слава Богу Что это все Появляется В штатах Радио Поговорим Вот И я хочу Саше Саше С днем рождения Тебя Желаю тебе Всего самого Самого Лучшего Здоровья В наше время Это Надо сказать Одно из самых Важных вещей Терпение Сил В общем Чтобы все Было хорошо Так Что мне там Еще пишут Я все Просто Интересуюсь Так 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 Тут Так Не Вроде Все нормально Вот Да Сегодня у нас На Борт Радио Будет Поздравительная Передача Или где Не у нас Ну в общем Где-то Будет Передача Или у нас Просто Не знаю Мне что-то пишет Главный редактор Но я Не увидел Ага Вот еще У нас Спасибо 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 Всем кто Нам помогает Дорогие друзья Ваша помощь Неоценима Ну а я хочу Спеть песню Саша Сафронова На стихи Сергея Каплана Наверное Каждый мечтал бы Оказаться Вот Особенно в нынешнее время На каком-нибудь Таком Далеком Острове И там Самоизолироваться На острове Живя провинциальным Воспринимать На уровне Банальном Все то Что происходит С этим миром В пространстве Межзвездой И сортиром Своих соседей С ритма Не сбивая Ни золя Ни скверно Соловья Ни пыля Тоскуя Лишь по искоркам Трамвая Я знаю Что не вертится Я знаю Что не вертится Земля Подо мной По четыре Кита И слона И к тому же Одна черепаха И на острове Вечно Одна лишь весна Ни зимы Ни печали Ни страха Подо мной По четыре Не спорят Не спорят Не сгулят Со стенки Тросникового Бунгала Мне строят Гластик Копия Шагала Где вечные Влюбленные Струятся Над плоским Миром Нечего Бояться Подо мной По четыре Кита И слона И к тому же Одна черепаха И на острове Вечно Одна лишь весна Ни зимы Ни печали Ни страха Подо мной По четыре Кита И слона И к тому же Одна черепаха И на острове Вечно Одна лишь весна Ни зимы Ни печали Ни страха На острове Моем Как на ладошке Собаки Люди И шати И кошки С тем Не расстался Нет нужды Встречаться И никуда Не нужно Возвращаться И стрелки Поздней жизни Бьются Крупко И мчит Меня Во сне И наяву По плоским Волнам Плоская Скорлупка Это значит Я еще Живу Подо мной По четыре Кита И слона И к тому же Одна черепаха И на острове Вечно Одна лишь Весна Ни зимы Ни печали Ни страха Подо мной По четыре Кита И слона И к тому же Одна черепаха И на острове Вечно Одна лишь Весна Ни зимы Ни печали Ни страха Ни страха Вот такая песня Александра Сафронова Саша С днем рождения тебя Вот Ну к сожалению Да Не всем Не всем Не всем Удается посмотреть У кого-то Интернет Слабенький Вот Что там у нас Еще пишут А ну-ка Нет Я не через Live Я через УБС Вот Я через УБС Вещаю Тут интересуется Попутно Каким образом Да Юля Спасибо Анастасия Спасибо Вот За перевод Еще неизвестный Вот Ирина Гудкова Еще спасибо Большое Вот Ирочка Спасибо Громадное Вот так Потихоньку Потихоньку Мы И выкарабкаем Ося Вот Из-за всего Этого Потому что Ну да Действительно Времена Сложные Времена Тяжелые Для всех Что уж Говорить Ну в общем С другой стороны Как правильно Было сказано Какие только Времена Не переживала Наша страна Вот Следующая Песня Юрия Панюшкина Как раз Такая Трагическая История Любви Сложные Для нашей Страны Времена Я жил Так как Мне полагалось В семействе Своем Борчаком А рядом Она Распускалась Скромнейшим Поверьте Цветком За домами Высшего Света Я был Поволочься Не прочь Но Но Видел Как Странно При этом Марусю Кухартину Дочь Росло Наваждение Тревожи И вот Как в романе Точь Мне Мне как-то Шепнула Сережа Лубян Мне Влепила С нога Маруська Кухаркина Дочь Но 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 Пуля Скользнула По коже Я лоб Свой Потрогал Рукой И Двинулся Размаху Ладонью Марусь Такой Такой Дорогой Потом На пару Рыдали Эта Безумная Жизнь Потом Обнялись И стояли Стояли Вот так Обневшись Трагическая какая песня Прям вот За душу берет Что уж говорить Вот Ну что дорогие друзья Я рад что Есть радиослушатели Я рад что есть Видеослушатели В общем это все Очень приятно Спасибо что вы есть Я хочу как бы Напомнить что У нас вот тут Во первых Во всех постах Практически А потом вот тут Вот внизу Есть ссылочка По которой Можно нам помочь Немножечко деньгами И Благодарность Брат радио Будет просто Не иметь границ В разумных пределах Конечно Вот Потому что у нас Действительно Большие Траты Именно в конце Апреля В начале мая Мы платим За раз За год За сайт Если Там За Трансляции За трансляции За наши Ежемесячные Это так Ну Ей богу То тут Как раз За год Набегает Такая Серьезная Сумма Для нас Учитывая Что в общем Расходы у нас Минимальные Спасибо 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 Вот Миша Матвеев Да Рад С нами Воронеж Ковылкина Щелкова Да Да Друзья Да Да Спасибо Спасибо Что вы есть Спасибо Что вы с нами А я продолжаю И Следующая Песня Тоже Так Что у нас Тут Раз Два Три Четыре Пять По времени Ой Стихи О Венеште Осетской Перевод И музыка Булатая Куджава Гаснут Гаснут Костры Спит Картошка В золе Будет Долгая Ночь На Холодной Земле И Холодное Утро Проснется И Сюда Уж Никто Не Вернется Без Любви И Тепла Так Природа Горька Предела Толпа У Пивного Ларька Продавщица Глядит Сиротливо И Не Дупи Черное Пиво Ах Пани Панове Ах Пани Панове Ах Пани Панове Да Тепла Нет Не На Грош Что Было То Сп Панове Ах Пани Панове Ах Пани Панове Что Было То Сп Панове Того Ж Не Вернешь Так Роняют Деревья Остатки Одежд Словно Нет У Деревьев На Лето Надежд Только Я Еще Очень Счастлива И Любовь Не Прошла Еще Мимо Но Моя Чит Уже Карнавала Конец Лист Осенний Летит Как Разлуч И Гонец И В Природе Все Очень Тревожно И Мой Милый Глядит Осторожно Ах Пани Панове Ах Пани Панове Ах Пани Панове Да Тепла Нет Ни На Горож Что Было То Сп Лыло Что Было То Сп Лыло Что Было То Сп Лыло Ах Пани Панове Ах Пани Панове Ах Пани Панове Да Тепла Нет Ни На Горож Что Было То Сп Лыло Что Было Что Сп Лыло Что Услых Ни Ни Он воспитан на самый изысканный вкус, Он руки моей нежно коснётся, И, конечно, уже не вернётся. Ах, паня, панове, Ах, паня, панове, Ах, паня, панове, Да, тепла нет ни на грошь, Что было, то сплыло, Да уж не вернёшь. Ах, паня, панове, Ах, паня, панове, Да, тепла нет ни на грошь, Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того ж не вернёшь. Стихи Агнешти Осетский, перевод музыка Булата Акуджавы. Пани Панове. Ну вот, Москва, Краснодар, Екатеринбург, Орёл, Ульяновск, Ростов, Надону, Вологда, Саратов, Омск, Питер, Казахстан, Германия, Польша, Украина, Беларусь, Воронеж. А, это я уже читал. Вот так, дорогие друзья, я очень рад, что вы с нами. И я, как бы, ещё раз призываю, для Бортрадио весьма немаловажна ваша финансовая помощь для нас. Вы можете на странице ВКонтакте, вот там вот, где наша, где вот эта трансляция идёт, там даже внизу трансляции. Вот, есть ссылочка, Донат Стрим, ну вот она и вот внизу экрана есть. И ссылочка есть в постах, по этой ссылочке можете хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей там отправить, и нам это будет хорошо. Потому что, ну, с миру понятки, ей-богу. Вот, потому что у нас действительно большие... Ну, а я продолжаю, я хочу, как бы, напомнить, что сегодня такой Декамерон, то есть я выбрал 10 песен, в которых обязательно в каждой песне есть история, которая рассказывается. Я единственное ещё хочу сказать, что в час мы не уложимся. Что там у нас, Саша, Настя? Ничего, если больше часа будет? Никто не обидится, а то тут у нас обычно в час постараются уложиться. Вот. Значит, замечательная песня Александра Наумова, автора из города Балаково. К сожалению, его уже нет с нами. Единственное, что я могу сказать, что мы, когда делали эту песню, эта песня-дуэт, то есть она на двоих. Вот, единственное, что историй там просто безумные, ну, много хороших историй в одной песне. Вот, она, в общем, этому и посвящена. Мы, когда делали её на двоих, мы переделали её немного, так сказать, под свои имена-фамилии, ну, под имена. Вот, поэтому не авторский вариант я сейчас исполняю, а то, что, так сказать, было сделано нами. Это диалог двух людей. Один опытный, опытный, очень такой, имеющий громадный жизненный опыт, а второй такой худенький, очкарик, начинающий. Вот. И как раз в процессе передачи опыта и происходит в процессе песни. Вот. Поэтому давайте начнём. Александр Наумов. Я постараюсь с двоих спить, естественно. Ножата нет. Отламывай зубами. Поставь на стол. Смотри, не урони. Как говорится, знакомство с вами. Ты молодец. Друзей всегда цени. О, пошла, родная. Ой, как горло щипет. Чё ты понимаешь, плодой? Зато не будет всякой разной сыпи. Андины спит утомной какой другой. Вы рассказать хотели мне про море. Всё помню. Море волны синева. Из личной жизни тысячи историй тебе услышать предстоит. Но закушу сперва. Так вот, однажды, около Стамбула, когда мы шли из Африки домой, на нас напала дикая акула. Погибли двое. Кэп и рулевой. Всё б ничего, но погибает катер. Ведь нет на судне главного лица. Я стянул тельник парусиновый на баке. И обрубил акулящу пальца. Ох, как ты мне души растревожил. Ну, давай ещё. Полновый наливай. Тебя как звать? Меня Серёжа. Ну, молодец. Я тоже, Николай. Так я про чё? Про то, как обрубили. Всё правильно. Я ей сказал, хорош. Меня насильно натяженили. А твой сынок на Лещенко похож. Давай спокойно, лучше без скандала. Подруга жизни больше пьёшь, чем я. Она посуды в меня швыряла. Вот так моя распалась семья. Ух, брат, как ты мне душу растревожил. Ну, давай скорее, наливай. Тебя как звать? Меня Серёжа. Ну, ничего, я тоже, Николай. Так я про чё? Вы о вашем браке? Какой там брак? Он всё придумал, гад. Из-за него, из-за хромой собаки. Теперь на премию натянут. Говорят, подумаешь, на ровном месте шишка. А выступает, будто чей посол. А я тоже не какой-нибудь мальчишка. Я тридцать шесть заводов обошёл. Как ты мне душу растревожил? Ну, давай ещё. Ну, по новой наливай. Так, как замок? Меня Серёжа. А, хрен с тобой, я тоже, Николай. Так я про чё? Вы что-то о заводе. Всё правильно. Я сам себя боюсь. Ведь стоит мне хлебнуть пивка немного вроде. С полоборота сразу завожусь. Как будто что-то в бок меня кольнуло. И я уж на работу не спешу. Прожорливый, как хищная акула. Аптечный нитиоз не потрошу. Ох, гад, как ты мне душу растревожил. А ещё вполне наливай ты кто-то. Меня, Серёжа? Но не чай, я тоже, Николай. А про акулу? А? Про акулу? А, около Стамбулу. Когда мы шли из Арктики домой, на нас напала дикая акула. Погибли двое, я и рулевой. Ох, братцы, как ты мне душу растревожил. Да, ещё вполне наливай тебя. Как звать? Меня? Серёжа? Ну, молодец, я тоже, Николай. Вот такая замечательная песня, в которой целая куча разных рассказов. Кемерово, Саратов, Тель-Авив, Ирландия. Вау! Это, да, о, дольше можно. Больше часа можно. Да, привет, Серёга. Вот. Что ж, хорошо. О чём мне пишет главный редактор радио? Главный редактор мне не пишет. Вот. Ну и ладно. Да, вот, с 22 до 23 в гостях у радио Рыжий Сентябрь. Поздравительная программа к дню рождения Александра Сафронова. Вот. Ну что ж, это замечательная ретрансляция с радио Рыжий Сентябрь. Вот так, друзья мои. Так что делаем, в общем, одно общее дело. И это прекрасно. Вот. Так что, так что вот. Ну а мы двигаемся дальше. Как я уже говорил, что у нас... Ой, спасибо, да. Вот, Кассандра, 64, 60 рублей. Там можно ещё написать письмешко. Можно какие-нибудь там манимашки делать. И они тогда вот в другом углу появятся. Я говорю, кто может там, я говорю, от 10 рублей. Потому что, я говорю, ну вот когда там 10 человек по 10 рублей, это уже 100 рублей. Это уже как бы хорошо. А мы продолжаем нашу программу сегодня Декамерон, посвященную песне, в которых рассказываются истории. Вот. Следующая песня моя. В смысле, я написал музыку. А стихи Влада Южакова. И вот, вот её сейчас как раз я и спою. На всякий случай, там очень много слов. Чем хорошо, когда вещаешь из... Вот, что называется, из дома. В смысле, вот так вот. Всегда можешь повесить слова на экранчике. И тебе хорошо, и слушателям хорошо. Вот, поэтому... Космонавт Петров. Кстати, день космонавти, завтра, так что, в общем-то... Тишина, как у гроба, и ночь, как гудрон черна. Не трезвонит трамвай, и закрыто давно метро. Фонарём семафора на небе горит луна. Вот, вот. Я гляжу на неё, где-то там космонавт Петров. Я его в окуляр телескопа всю ночь искал. Миллиардам землян интересно, не только мне. Шо он делает там в одиночку среди белых скал? И вообще, за какие мужика понесло к луне? Безусловно, затейник Петров не такой, как все. Завсегда из огня в полымя с корабля на бал. Безусловно, если б просто вчера накерялся, в маршрутку сел. Что, не ждали диверсии в печень вам сто херов? Я с прибором кладу на правительство ЦУП и мир. Всё затрахало. Кто говорит? Космонавт Петров. Не пытайте, не умоляйте, я не вернусь. Проклинаю поганую землю пленён луной. Передайте супруде заначка на кухне. Люсь, за кастрюлей херово ты ищешь, ну бай, не ной. Позвонил и пропал, и три дня напролёт молчит. Вечно спрячется так, не найдёт никакой глонасс. И до фени Петрову, что ищут его в ночи. Он идёт по луне и оттуда плюёт на нас. Наконец долгожданный звонок принимает ЦУП. Я в скапандре с похмелья, без пива, без корабля. Как сорвал с орбит, не помню. Ой, не к лицу. Психанул, виноват. Мужики, заберите. Ну, конечно, потом много раз написал рунет. Показали и то не время, сказал маяк. Космонавта Петрова ни в списках, ни в жизни нет. Мол, прорвался в эфир аферист, наркоман, маньяк. Вот и ладно, и славно, что жизнь веселее течёт, Если нет мудака, наломавшего кучу дров. Но никто не узнает, что нынче в сливной бочок Перепрятал заначку от Люси Хитрец Петров. Есть неловкий момент, здесь, увы, не рассеян мрак. Факт, который не в силах никто объяснить никак. Почему в полнолунии может любой дурак Прочитать на Луне непечатное слово? Фак. Космонавт Петров Стихи Влада Южакова Вот Ну что ж, мы уже Это у нас уже Это у нас уже Это у нас уже была Это у нас уже была Девятая песня Ну, что поделать Вот оно действительно Песни Которые Как это сказать Они длинные Песни, которые Истории Вот Так Кемерово Саратов Да, это я уже читал Да, Баро Джермун Тоже замечательный, конечно Нет Таких песен много Просто их не вместить Все в одну передачу Поэтому я вот 10 выбрал Все-таки Декамерон 10 Ну, куда уж Деваться от классики Вот В этом отношении Уже Вот Классический Такой Тоже песня В которой много Историй Замечательных Собрано Андреем Колесниковым И самое главное Что все эти истории Они посвящены Буквально Вот Авторской песне Практически Ну, вообще Песне Как-то раз один Поручик Почитатель Данских Ножек Показал Неосторожно Даме сердца Собой Вокал И тут Сейчас о ней Вида Случилась Ее сознание Отключилось А тело Долго Потом Лечилось Она жива Но сон Пропал Но тем Не менее Тем Не менее Не криви В наше мнение Сильно В народе Тяга К пению И вовек Не умереть Ну, а тем Пач Ну, а тем Более При дамах И в разгар Застолья Когда и выпьет И снова Нолит Тут легче Сдохнуть Чем не спеть Как-то раз Один Харунжи Без жены Но при оружии Посещая Званый Ужин Затянул Любимый Хит Стыгал Луся Наш прекрасный Любовник Разменявшийся Раковник Вдруг Влюбился В даму Эл Пока он Пел Ей Зеленады Его Детчик Ефрей Торградов К ней Подобрался Ни с фасады И наш Полковник Не удел Но тем Не менее Тем Не менее Неколевимо Наше мнение Сильно В народе Тяга К пению И во Век Не умереть Ну, а тем Паче Ну, а тем Более При дамах И в разгар Застолья Когда и выпьет И снова Нолит Тут легче Сдохнуть Чем Не спеть Что Не говори О пении От народа Население Требует Порой Терпения Но В конце Концов Бодрит Ведь Это Ж Целая Наука К тому Ж Согласно Верным Слухам Наличие Голоса И слуха Лишь Только Портит Колорит Но Тем Не менее Тем Не менее Неколевимо Наше мнение Сильно В народе Тяга К пению И Непочем И Снег И Андрей Колесников Город Самара Замечательнейший Автор Так Что там У нас Еще Пишут Да Это замечательно. До 12-го. Значит, дорогие друзья, сразу же хочу сказать о дальнейших наших. Потому что вот эта вот наша передача, которая идет совместно с Бортрадио, ну, она такая вот немного выделяющаяся. Но проект самоизоляции с гитарой, он продолжается. И завтра, 12-го апреля, в воскресенье, в 16... Извините, в 15.00 будет Максим Кореневский «Песенки для маленьких и взрослых детей». Ну, мы подумали, слушайте, ну, а о чем мы все взрослые, я тут пою всякую чушь. А как же дети? Вот, поэтому детские песни, они, конечно, тоже очень нужны, важны. Поэтому, дорогие друзья, всех поем вместе завтра, в воскресенье, в 15.00. И завтра же, 12-го апреля, в воскресенье, в 17.00, будет «Живая струна». Как обычно, только онлайн, большой онлайн-концерт. Вот, опять же, можете посмотреть. То есть, наверняка будет у меня там ссылка, будет и в музыкальной среде ссылочка, значит, где его можно будет посмотреть. Вот, 14-го апреля, во вторник, в 19.00, Сергей Крымов в проекте самоизоляции с гитарой. А 15-го апреля, в среду, в 19.00, поэзия в день рождения. Анастасия Евграфова, которая, в общем, на всех до этого проекта и допинала. Вот, хотя громадное спасибо всем, кто принимал участие в разработке этого проекта, потому что он реально спасает вот от каких-то... Вот, то есть, ты чувствуешь, что ты самоизолируешься с полной отдачей, что мы все вместе, вот, что мы не одиноки. Вот, поэтому спасибо Вадиму Елисееву громадное, спасибо всем-всем-всем, спасибо Насте Евграфовой за этот проект. Ну, а также я хочу сказать, что сейчас очень многие музыканты переходят в режим онлайн. Ну, вот, ладно, мы тут собираем денежек, тут немножко хотя бы вот собрали. Вот, а если кто хочет, еще есть время затянуть. Вот, но дело в том, что просто, ребят, многие же этим живут, то есть, с концертов, и у них в результате самоизоляции просто вот все отрезано, все средства. Поэтому очень многие перешли в онлайн, дают концерты онлайн, точно так же за них, что называется, собирают... Ну, не за билеты, конечно, но, опять-таки, донаты кто сколько может. Вот, в общем... Так что, ну, что делать? Да, из кухни мы перешли... То есть, были у нас и кухни, были у нас и стадионы, были у нас и большие концертные залы, были у нас и маленькие клубы, теперь у нас есть интернет. Ну, а я хочу закончить сегодняшний концерт песни неизвестного мне автора. Хотя у меня есть подозрения, что это замечательная конферанция от Владимира Канделаки. Но это только подозрения. То есть, официальных никаких подтверждений нет, записи я ни разу не слышал, текстов ее в интернете нету, записи только в моем исполнении. Я единственный носитель. Возможно. Может быть, кто-то еще знает. Если знают, то было бы хорошо узнать, кто автор. В ауле далеко в горах... И тоже история замечательная, причем вот такая, настоящая. В ауле далеко в горах жил, был один старик. Почтенный, седяной в годах он к старости привык. Но раз сказал ему, дружок, быть хочешь, молодым, отправься в горы, старичок, и поищи воды. И старик сказал, зачем к отцу смеешься надо мной, в морщинах все мое лицо и возраст мой большой. Но все же в горе он пошел и в полуночный час. Старик-родник в скале нашел, припал к нему пять раз. И вот от первого глотка не стало седины. Глоток второй у старика морщины все прошли. И как гиптило застал друг ста, отбросил полку он. И бывший дряхлым стариком, юнцом вернулся в дом. Старуха тоже собралась и спить такой воды. Она с волнением дождалась прихода темноты. Ей муж напутственно изрек. Ты не шути с водой, лишь выпьешь пятый ты глоток. Вернешься молодой, жену муж до рассвета ждал. Потом пошел искать, с трудом родник он отыскал и начал ее звать. Вдруг видит жалоба на пахтя, лежит у той скалы. Новорожденное дитя с лицом его жены. К воде старуха дорвалась, забыла обо всем. Не зная, меропилась, став месячным дитем. Так, мера нам во всем нужна, нельзя нам забывать. И шепчет, мера, мне пора концерт, друзья, кончать. Так, мера нам во всем нужна, нельзя нам забывать. И шепчет, мера, мне пора концерт, друзья, кончать. В эфире Барт-радио. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за помощь. И до новых встреч, до новых встреч в эфире, до новых встреч на Парт-радио.